Значит, у вас вопрос состоит из двух частей, соответственно, я на первую и вторую часть отвечу. Значит, начну со второй. Мой родной дедушка, Иван Михайлович Юрасов, погиб на фронтах Великой Отечественной войны. Вот, умер в Польше, где и похоронен, в 45-м году. Вот, для меня это святой день. И, вот, я считаю, что те жертвы, которые понесла наша страна, наша страна большая и могучая, вот, страна-освободитель, не должны умаляться ни при каких режимах, ни в угоду, ни каким политическим амбициям. Вот, все, что сейчас происходит, это не просто, так сказать, умалить заслуги Советского Союза в победе над фашизмом. Это, это часть информационной войны. Вы знаете, вот, для того, чтобы победить государство, конечно, можно поставлять туда наркотики, чтобы народ скололся, снюхался. Вот, можно открывать огромное количество дополнительных ликероводочных заводов, чтобы народ спился. Вот, можно переписать учебники, чтобы народ потерял свою гордость, чтобы ему было обидно за то, что он родился в этой стране, которая, оказывается, только и делала, что кого-то оккупировало. Вот, можно давать огромным количеством взятки каким-то чиновникам, чтобы они, так сказать, под тем или иным предлогом вывозили из страны ее богатство и средства. Вот, можно нападать на религию, вот, можно стравливать народы друг с другом, в общем, влиять и расшатывать ситуации внутри страны, чтобы люди сами думали, в какой плохой стране мы, оказывается, живем. Я читаю учебники, поражаюсь, оказывается, какая у нас плохая история. Вот, наша страна должна противостоять этому. Мы должны огромнейшее влияние уделять тому, что наши дети изучают в школе. Огромнейшее влияние, потому что именно в детском возрасте закладывается дух патриотизма, дух отношения к стране, дух отношения к родителям, к школе. Вот, это нельзя пускать на самотек. Это нельзя учить наших школьников по американской системе устройства мира. Понимаете? Почему мы должны, так сказать, переходить на какие-то западные ценности, когда у нас свои тысячелетия вырабатывались? За что? Почему? Ответьте мне. Что у нас все было так плохо? Да, у нас были недостатки, да, у нас были какие-то вещи, которые мы изжили. Ну, почему мы должны теперь себя бить плетьми? Почему мы должны признавать какие-то несуществующие факты из биографии нашей страны, которые пишутся в других учебниках? Этому нужно ставить надежное заслону. На это нужно обращать очень большое внимание. Поэтому попытка переписывания истории, попытка, так сказать, переписывания учебников, это просто тот же самый информационный штурм нашей страны для того, в общем, сняться наши ресурсы нашей большой страны многим людям на Западе и особенно за океаном. Поэтому вот такие вещи происходят. Самое безболезненное, конечно, я понимаю, поменять президента, который пришел бы, и как они думают, сейчас бы подписал все контракты, опять бы все раздал, и все было бы хорошо, да? Но нет, вы видите как, и народ сплотился. Народ сплотился, и, смотрите, и трудности, и сложности переживает наша страна. И, тем не менее, народ горд. Почему? Потому что мы впервые, может быть, за много лет понимаем, что наше правительство сейчас, наш президент, в общем-то, защищает действительно интересы страны, а не какие-то свои личные амбиции.